Ребята, всем привет! Меня зовут Инесса, рада приветствовать вас на своем канале. В какой-то веке я собралась, у меня так сечение обстоятельств сошлось, что я решила выйти к вам хотя бы на минутку лицом. Как вы уже догадались по названию видео, сегодня я хотела бы вам рассказать какую-то информацию, поделиться с вами информацией, которую я совершенно недавно, случайно нашла на просторах интернета. Она мне показалась очень интересной, потому что мы вышивальщицы, а если бы уже причисляю к вышивальщицам, хотя только-только начинаю, это обереги вышивки. Все мы знаем огромное количество примет, что стоит вышивать, что не стоит вышивать, ну в основном, что стоит вышивать. Но никто как-то вот особо не задумывается, или по крайней мере я не натыкалась, и как-то вот лично мне тоже в голову не приходила вот эта тема именно оберегов, которых существует вообще огромное количество, как оказалось. Но, что самое интересное, важно не сам оберег, не просто вышить оберег, важно еще знать, как правильно вышить, и что потом с ним делать, как его оформить. Именно про это я хотела бы с вами сегодня побеседовать, вам рассказать ту информацию, которую я сейчас владею. Если вам будет что дополнить, с удовольствием пишите в комментариях. Я не буду все видео перед вами мелькать лицом, потому что все равно в течение видео я буду вставлять картинки тех самых оберегов, про которые буду рассказывать. Надеюсь, вам будет интересно. Оставайтесь со мной. Ну и давайте приступим. Существует поверье, что вышивка, как и любая творческая работа, впитывает в себя настроение творящего, его энергетику. Так что, если вы желаете добра тому человеку, кому будете дарить свою высытую работу, свой оберег, то, глядя на свою работу, вышивая работу, обязательно нужно испытывать только положительные эмоции. И нужно быть только в хорошем настроении. Чтобы не закрыть дорогу удачи и исполнению того желания, что задумано, постарайтесь не завязывать узелки на вышивке. Особенно, если эта работа только начинается. Вышивку, как, впрочем, и любую работу, лучше начинать на растущую луну. Луна растет, растет возможность исполнения желания. Это давняя проверенная примета, которая имеет место во всех народах, культурах и религиях мира. Вышивку крестом, которая изначально носила магический характер, следует начинать со средины работы. Как от камня, брошенного в воду, идут круги от меньшего к большему, так и от первого крестика сила вашего посыла увеличивается к концу. Вышивка косым крестом может также стать сильнейшим оберегом. Если вы хотите вышить какой-либо оберег для мальчика, то вышивайте ему цвет папоротника. Этот славянский образ перунового цвета поможет вашему малышу, либо мальчику, которому вы будете это дарить, исполнять его заветное желание раскрыть силу своего духа. Желательно такие обереги вышивать во время беременности. Либо если вы беременны сами, или если у вас кто-то в окружении беременны и знает, что будет мальчик, и вы хотите сделать такой подарок, то также можете вышить такой оберег. Вашего любимого мужчину, отца, брата такая вышивка крестиком защитит от боли в спине, заболеваний костей и суставов. Если вы добавите туда изображение василька, то уменьшатся проблемы со зрением. Хмеля решатся речевые трудности, и простудные заболевания будут случаться значительно реже. Если кто-то из ваших близких заблудился, попав в психологическую, алкогольную, ракотическую зависимость, охладел к утюбе, то поможет древнейший славянский оберег, вышитый крестиком. Руна – изображение, знак Сварожича. Он помогает заблудшему самостоятельно осознать, что с ним происходит что-то неладное, указывает тропинку, ступая по которой можно выйти на правильную дорогу. Желаете своему сыну, мужу, брату, возлюбленному, начальственную стезю, то вышейте же для них оберег символом рода. Вышивка должна располагаться на груди мужчины, либо мальчика, и на плечах. И тот, кто станет ее обладателем, способен будет свернуть горы на своем пути, достичь вершин своих способностей. Хотите, чтобы вашего ребенка, избранника, родного человека, никогда не коснулось порча с глаз привороты, то вышейте у него на рубашке, пулловере, майке и стрикотаже знак вращающегося огненного креста. Огонь, зашифрованный в этом обереге, разрушает любые чары и негатив, направленный на его обладателя. Если же вы мечтаете, чтобы ваш сын был мужественным, крепким, силой и духом, вышейте ему древнейший мужской оберег дубовые листья со спрятанными в них желудями. А если же вам хочется, чтобы ваш сын, ну или кто-то в вашем окружении, мальчик какой-то, был счастлив в любви, а ваш избранник никогда не позабыл вас, украсьте вышивку с изображением Барвинка. Такой оберег своей силой и сине-голубым цветом надежды не даст вашему избраннику с легкостью свернуть влево, укажет возлюбленному дорогу к вашему сердцу. Сыну подарит верность возлюбленной. Для того, чтобы передать своему ребенку всю мудрость вашего рода, даровать ему защиту предков, вышейте в качестве оберега изображение символа Небесного Креста. Если беременной женщине, увлекающейся вышиванием, сказали, что нас ждет девочку, она может для своей будущей помощницы тоже вышить сильнодействующие обереги. При беременности это будут обереги особой силы, поскольку женщина-девушка во время беременности обладает просто невероятным притоком энергии, который логично и абсолютно понятно будет также отражаться в вышивке. От простуды защитит и здоровье укрепит. Вышитая на сорочке, например, розовая лилия в обрамлении зеленых листьев. А если по уголкам вышивки добавить древнейший славянский символ стремительного властелина ветров Стребога, ваша доченька будет обладать мощной защитой от острых бронхитов, ангин, атитов и ренитов. Оберег с изображением золотой лилии будет охранять жизнь вашей дочери от супружеских измен. Белая лилия подарит вашему чаду дар предвидеть неприятности различного рода неурядицы. Если же вы хотите, чтобы дочка обладала чистым, непорочным девичьим счастьем, и подарите ей вышивку с изображением Калины. Если вы мечтаете о том, чтобы ваша дочь обладала проставленной женской мудростью, а также о том, чтобы в ее доме всегда было благополучие, а ваш взят считал ваше сокровище воплощением нежности, материнства и был убежден, что ему досталось самое большое на земле счастье, вышите ей сорочки, рушники, платочки, аксессуары с изображением женской фигуры, у которой или подняты, или опущены руки. Это сильнейший славянский символ Берегини, или Макоши, или Лады, возлюбленной верховного славянского бога Земли Матушки, который был и остается надежным женским оберегом-защитником. Очень мощным женским оберегом также является славянский символ Лады – Ладенец. Вашей дочери он подарит защиту от различного рода проблем, поможет развить интуицию, приведет в равновесие все ее чувства. Кроме того, обеспечит ей нормальное развитие гормонального фона, поможет избежать гинекологических заболеваний, придаст силу и пышность ее волосам, выровняет обмен веществ, сделает кожу гладкой. А вам или вашей маме, подруге, сестре, поможет раскрыть женскую чувственность, поспособствует нормализации веса, особенно если обрамить его по кругу розами. И как бы это фантастично ни звучало, Ладенец или Ладенец способствует омоложению. Зрелая женщина, получившая вышивку с его изображением в дар, именно в дар, заново расцветает. Кроме того, обладатель этого символа никогда не останется без спары. Есть и обязательные условия, которые строго нужно соблюдать. Например, оберег нельзя вышивать во время критических дней. И еще, никаких узелков вышивки, использование ножниц, оставление иголки вышивки. Если же вы хотите, чтобы сила оберега действовала долго и надежно, незаконченную работу прячьте от посторонних глаз, а на ночь заворачивайте ее в белую холщовую ткань. А еще учтите, что при вышивке Ладенца первый его лучик, а всего их восемь, должен обязательно быть красного цвета. Второй изображался в вышивке или черной нитью, или нитью, которая соответствует вашей стихии, знаку зодиака. Прекрасным оберегом служит и яблочный круг из четырех секторов. Если его противоположные сектора будут выдержаны в одних тонах, их обладательница обретет сильную, верную любовь, которую не смогут пошатнуть ни однообразие повседневного быта, ни коварная соперница. Общесемейными оберегами станет вышивка с крестообразным символом сварога, что исполнен в красных тонах. Такой знак – знак удачи, защитник семьи, надежный ее спутник на каждом важном жизненном этапе. Если же вы хотите привлечь в себе богатство, достаток, себе и членам своей семьи, в том числе, вы шите желатым цветом в качестве оберега знак славянского покровителя торговцев, земледельцев, скотоводов, охотников, велеса. С ним вы обретете постоянство и стойкость, дар предвидения удачной сделки, решительность при ее заключении, мудрость при составлении. Если ищете защиту от семейных ссор, хотите наладить обстановку в семье, вам поможет оберег в виде рушника, сорочки, браслета, подвески, синий-красным символом белобога. Если же вы ищете гармонию семейных отношений, ее обеспечит знак рода, славянский символ Аллатырь. В нем начало и конец, мудрость и терпение, понимание и отзывчивость. Он подходит и мужчине, и женщине. И станет вашим оберегом не только будучи вышитым на сорочках, трикотажном изделии, но и на рушниках и скатерцах. Кстати, славянские обереги не любят, когда их вышивают в пяльцах. Считается, что замкнутый круг не позволяет впустить в себя ту программу, которая изначально заложена в символ оберега. Славянские обереги, вышитые в пяльцах, просто станут красивым украшением. И еще, если вы вышиваете оберег, а не просто картинку, его изнанка должна быть без узелков, спутанных или излишне переплетенных нитей. Лицо оберега, мир, к которому вы стремитесь, изнанка – это те препятствия, что ждут вас на пути к достижению цели. Это еще лишь малая часть того, что я хотела бы вам рассказать, поделиться с вами. Надеюсь, вышивка будет доставлять вам удовольствие. Выбирайте себе необходимый для вас, вашего окружения, ваших близких, родных необходимый оберег. И пусть он оберегает вас и ваших близких. С вами была Инесса, рада была с вами поболтать. Надеюсь, вам было интересно. Если да, обязательно ставьте лайк этому видео. Пишите ваши комментарии, возможно, какой-то оберег я упустила. Возможно, вы знаете какие-то еще обереги, которые оберегают от чего-то, либо вышиваются дали от чего-то. Обязательно поделитесь информацией. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok